Жинский монастырь святых жен Мироносец «Гордость Бобруйска» посещает его делегация Белагропромбанка. Руководители региональных дирекций со всей страны знакомятся с историей места притяжения. В домовом храме в честь иконы Божией Матери Скоропослушницы находятся чудотворные образы, частица животворящего креста Господня и камень с нерукотворным ликом Христа. Мы в принципе банк с большим сердцем и с большой социальной ответственностью. Мы помогаем многим, в том числе и таким организациям, духовным сотрудничаем уже достаточно длительный период и помогаем ей финансово, сколько по возможности, когда хотелось бы иногда и больше с учетом всей потребности и преображения этого потрясающего места. Гости посещают святую обитель с благотворительной миссией, высаживают вечно зеленые туи. Кустарники морозостойкие и неприхотливые в уходе, могут прожить до 150 лет и долго радовать глаз как сестер, так и прихожан. На протяжении трех лет Белагропромбанк оказывает и материальную поддержку. Съехались для того, чтобы обсудить вопросы развития корпоративного бизнеса Белагропромбанка, а также оказать посильную помощь нашему храму. Мы в каждом районном центре каким-то образом участвуем в благоустройстве, в оказании материальной поддержки. Серьезные взаимоотношения у нас по взаимодействию, по дружбе возникли в последнее время. И вот в связи с этим и организована вот эта акция «Посадка деревьев». Монастырь находится в историческом центре города. Жизнь зародилась здесь в 2008-м. Здание на территории. Бывший штаб, госпиталь, училище и тюрьма. Три постройки из шести уже отреставрированы. В одной – епархиальное управление, в других – кельи, мастерские, трапезная. В настоящее время мы готовимся к юбилею, 200-летию со дня основания собора в честь великого князя Александра Невского, благоверного князя. И благодаря нашему такому теплому сотрудничеству с Белагропробанком мы получаем поддержку от них, финансовую помощь. И с Божьей помощью наше строительство приближается уже к завершению. Празднование юбилея планируется 5 ноября. Восстановление собора Александра Невского началось еще несколько лет назад. Храм – точная копия здания, возведенного на этом месте в XIX веке. Спустя 108 лет самая большая святыня города была взорвана. До наших дней дошли лишь чертежи, остатки бутового фундамента и закладной камень, датированный 23 октября 1822-го.